так давайте мы в принципе этот наш референс ударим она уже больше не нужен хай поле модель тоже скроем откроем поле давайте уберем вот этот пункт и дать теперь займемся оптимизацией а что здесь нужно сделать в данном случае например с нашей гордой так кстати нам также нужно выделить нашего объект поддельный lp selection потому что в ей модификатор мира не нужен а в данном случае с этими у нас модификатор мира работал и что мы делаем мы этот модификатор мира для нашей гарды сейчас давайте тоже выделим по selection можем применить а вот этот вот разрез наш который мы имеем вот здесь мы можем удалить теперь выбрав эти две вершины идти до самого верха а вот эти вот мы закрываем как треугольники и то же самое мы делаем с обратной стороны это вершок м.ф. доведя ее до конца здесь также закроем вот эту маленькую дырочку из треугольника так теперь следующее что нам еще можно сделать так здесь мы в принципе ничего сделать наверно не можем здесь здесь мы тоже ничего уже не сделаем давайте перейдем к лету здесь как раз нужно было нам уже редактировать все эти вещи подобные а что здесь нужно делать нам вот эти мы можем включить режим как я говорил до этого и сдвинуть это все вот сюда до упора все соединили с этой и мы тоже можем делать то же самое все сделали сюда вот так это вот так все закончили возвращаемся вот сюда здесь у нас еще больше такой работы будет сейчас так надо не забывать сейчас где у нас начинается наша низ не уменьшим уменьшимая часть то есть вот здесь у нас все еще ровно где же начинает заложение значит эти мы еще можем сюда сдвинуть давайте сдвигаем до упора этот элемент вот сюда этот сюда элемент и эти элементы вот сюда вот эти вот штуки можно сразу выделить есть разрез и отвести в эту сторону то же самое касается и вот этих элементов отводим в сторону это теперь мы вмещаем вот сюда это вот сюда вот этот вот элемент делаем прошу раз на хай поле исправляли модели здесь мы спрят его не будем потому что здесь это нормально для его поле и в принципе здесь уже мы закончили можно конечно еще было бы сейчас применить модификатор мира и сместить вот эту вот часть в бок но это будет просто мы сэкономим всего лишь один полигон поэтому смысла в этом особого нету хотите делайте хотите нет но в принципе так она есть и вот если мы посмотрим в прошлый раз когда мы только что закончили моделировать у нас было 400 с чем-то треугольников сейчас мы сэкономили мезо 388 вот теперь давайте еще раз проверим на всякий случай наш фейс ориентейшн так на лоу поле все отлично на хай поле тоже все отлично так только вот здесь у нас а модификатор мира скопировался с той же как мы и делали слову поле модели он нам здесь не нужен все мы его удалили здесь и все у нас отлично давайте скрываем эти хай поле скрываем его поле этот меч старый который я делал можем сразу кстати удалить она больше не пригодится никак сразу удалим здесь дэлит полностью отключаем фейс ориентейшн и переходим в юве редактирование давайте сначала создадим разрезы и приступим и наверно с лезвия лезвие у нас как я уже говорил у нас по сути на зеркальное то есть текстура которым будем захотим использовать она у нас будет использоваться одинаковая что с этой стороны что с этой поэтому нет логики создавать отдельные и ви острова для двух этих текстур я же здесь сделаю следующим образом что мы просто на при час заднем разрез вот здесь вот сразу через shift alt марксим и можем здесь сразу же сделать андраб и получить вот такую вот вещь здесь же мы можем либо поместить его таким о диагонали чтобы она у нас заняла больше места на пространстве она здесь я сделаю одну вещь которую наверное не совсем правильно потому что я сейчас мы например загрузить за чекер текстуры давайте еще скачаем в интернете вот просто зашли в интернете за чекер текстур примеру вот любую берем который настраивает а неважно например вот эту давайте мы ее сохраним и теперь подгрузив вот сюда вот эти подгрузить за эту текстуру включив здесь составе назначив материал давайте шейдинге перейдем сзади материал назовем его лунный свет как я назвал этот меч здесь добавим и мышь текстуры кор и выберите здесь дать поближе тем то не видно вот чекер текстур наши и назначен сразу это материал на все наши объекты давайте а вот он он вайц муну вайц и вот здесь вот переходим обратно в юве вот наш меч перед абразив так это уберем перед абразив текстуры мы увидим с вами что здесь у нас текстура очень большая то есть нам необходимо добиться такой вещи чтобы наш текстуру этот чекер текстур он был как можно меньше мы видим что наша вот эта чекер текстур она чтобы была большая детализация на наш деталь так сказать чем меньше эти клеточки тем больше у нас то есть детализация Но в данном случае, например, давайте уберем этот чекер текстур, если мы оставим ее в таком виде, то детализация на нашей модели будет довольно-таки низкой. А я хотел, ну в будущем планировал, когда мы будем создавать текстуру для нашего меча, создать именно рисунок, такую какую-нибудь гравировку на этом лезвии. Поэтому нам придется сделать то, чего делать нельзя. А давайте уберем этот материал, чтобы он нас сейчас не смущал. Так, убираем. И со всего остального тоже уберем, чтобы нас уже не мешало. Это я просто вам показал, чтобы вы примерно понимали, как это устроено. Здесь нам необходимо будет сделать, так, обычный режим, разрез ровно посередине нашего меча, что противоречит всему тому, что я вас учил. Давайте, вот я сделал разрез, SZ0, выровняем его и сделаем MarkSim. Выделяем весь объект, U, unwrap. И теперь мы с вами, так, вот это можно маленько сместить. Не честно поделили. Сместить вот сюда примерно, SZ0. Сделаем заново U, unwrap. Так, у нас где-то здесь не режет. Почему-то что-то здесь у нас. Ага. А, то, что мы вот здесь вот видите. Сейчас, секундочку. Вот этот не выделили, элемент SZ, ой, извиняюсь, SZ0. Так. Перемещаем примерно вот сюда, где-то середина меча. Выделяем это все. Unwrap. И вот теперь мы уже видим гораздо большую детализацию на нашем мече. Потому что наши UV-острова гораздо большего размера. Кстати, мы опять здесь поделились неровно. У меня глазомер что-то не очень хороший. Давайте опустим еще ниже. SZ0. Теперь заново сделаем Unwrap. Так, сейчас посмотрим, как в этот раз мой глазомер сработал. Газомер мой сработал, как я вижу, не очень. Ну вот еще если маленько приподнять. Сейчас уже точно последний раз. Вот в эту сторону. Ну, примерно мы добьемся того, чего хотели. Unwrap. Ну вот более-менее уже. Давайте теперь это все сзеним, оповерим на 90 градусов. Поместим вот сюда. И это также поместим сюда. Вот видим, почти, практически идеально. Но у нас, видите, будет разрез ровно на середине нашей модели. Что не совсем хорошо, конечно. Но другого выбора у нас в данном случае нет. Можно, конечно, делать, например, текстуру не квадратную. Например, разрешение сделать, например, 4К на 2К. То есть более вытянутую. Но в большинстве случаев лучше всего обрабатывать именно квадратные текстуры. Поэтому такой способ не будет критическим. Я уже делал на некоторых своих моделях разрез посередине. Сейчас я могу вам это продемонстрировать. Вот на этой модели я как раз делал разрез посередине на рукояти. Потому что рукоять у нас была очень длинная. И необходимо сделать также был разрез, чтобы добиться максимальной детализации. Сейчас я вам это докажу. Вот. Взглянув на сетку модели, мы видим, что у меня вот здесь есть разрез. И на нем как раз сделан лупкат. Если мы сейчас посмотрим на скетчфабе. Здесь у меня на артсейшн сразу подгружен скетчфаб. Вот открыт скетчфаб. Выброс здесь. Давайте возьмем его в весь экран. Выбросить 3D плюс 2D. Например, пускай выберем Base Color. Здесь почему-то у нас водяные знаки появились. Ну вот, допустим, посмотрим сейчас. Вот здесь вот видите. Вот это вот место. Вот видите, я веду сюда мышью. У меня справа отображается красный курсор. И вот я перехожу. У меня переходит новый UV остров. То есть, вот здесь как раз у нас имеется разрез. Если мы сейчас посмотрим вот сюда. То здесь мы не видим. Да, вот здесь вот заметно небольшая разница. Но если вы знаете другое решение, как можно сделать это. Да, конечно, этот способ не самый лучший. Можно придумывать что-то другое. Но я другого способа, как решить проблему с такими длинными объектами, не знаю. Если вы это знаете, то напишите в комментариях. Я буду очень признателен. Потому что я сам далеко не профессионал высокого уровня. И я с вами просто делюсь всеми своими теми знаниями, которыми бодаю уже я. И любая информация полезная для меня будет тоже очень важна. А давайте продолжим, кстати, наши уже знания UV-разверток. Вот для лезвия мы сделали. Давайте маленько снимем его в сторону, чтобы нам сейчас не мешало. И переступим к созданию разверток для других объектов. А здесь все гораздо проще. Мы создаем просто вырезы вот в этих местах. Давайте центрируемся на нем сразу. Так, создали. Все соединилось. Отдельно вырезаем вот этот элемент тоже. И здесь достаточно сделать разрез вот здесь. И вот здесь. Все. Марк сим. А здесь давайте разрез делать не будем. Так, здесь у нас Ctrl-E. Clear sim. Нам места и так на ее резетке хватит. Здесь мы создаем разрез с этой стороны рукояти. Потому что зачастую в играх, когда мы будем держать клинок перед собой, то, например, если играем от первого лица, мы будем видеть именно вот эту вот часть мяча. А вот эта нижняя часть мяча будет, как правило, от нас скрываться. Поэтому разрез делаем там, где его будет менее всего видно. Поэтому делаем здесь марк сим. И теперь вот осталось вот этот элемент. Здесь мы... Давайте применим модификатор Mirror. Для того, чтобы у нас наша UV-развертка не зеркалилась. В данном случае, за эту детальку нам не нужно, чтобы она зеркалилась. Здесь мы... Презарез просто сделать посередине модели. И все на этом. Марк сим. Давайте выделим вот эти вот три объекта. Выделим их. Так. Только у нас еще выделился меч, что вам это не надо. А выделяем их. Unwrap. Все. Мы сделали нашу развертку. Это у нас... Что? А это у нас этот элемент. Хотя давайте все-таки его развернем. Уж очень он больно длинный. Придется все-таки сделать здесь разрез. Выделяем. Unwrap. Смещаем в сторону. Выделяем все наши объекты. И теперь давайте уже отредактируем их. Наш меч вставляем вот сюда. В угол самый. Это наша рукоять. Эту, кстати, можем скрыть. Потому что уже больше здесь пространства было. Повернем ее на 90 градусов. И давайте поместим ее также с таймя вот сюда. Таким образом. Далее. Наша рукоять. Я еще не придумал. А, так извиняюсь, скрылся чайно. Я еще не придумал, как она будет выглядеть. Но давайте на следующий случай тоже добавим ей больше детализации. Потому что, возможно, я тоже добавлю каких-то узоров. Так, этот смещаем в маленькую сторону. Слишком близко, да, как я повторял, нельзя делать. Потому что у вас там будет потом такой элемент, как паддинг. Он тоже будет играть свою роль. А здесь вот этот элемент давайте мы маленько сузим. Слишком такая серьезная детализация нам уж на рукоять не так нужна. Эта детализация, которая имеется сейчас, она и так очень хорошая. Потому что она даже лучше, чем на нашем лезвии. Хотя наше лезвие нуждается в гораздо большем количестве места на UV пространстве. Этот поворачиваем также на 90 градусов. Поддвигиваем сюда. Этим можно маленько отдвинуть друг от друга еще подальше. И теперь остались эти вот элементы. Помещаем его вот сюда. Второй сюда. И в принципе можно вот эту вот гарду чуть-чуть убавить в своих размерах. Чтобы у нас было, хватало места для вот этих элементов. Помещаем его вот сюда. Этот элемент помещаем вот так вот. И давайте его повернем вот под таким вот углом. Этот элемент тоже маленько повернем. Вот так вот, например. Сместим ближе вот сюда. И это сместим вот так. Все. Вот теперь мы сделали UV-разверку для нашего мяча. И на этом моделирование наше закончилось. Дальше мы уже приступим к изучению программы Substance Painter. Поговорим о ее основах. К этому мячу мы еще с вами вернемся. Мы его подготовим. И как наша финальная работа, мы потом затекстурируем этот мяч в Substance Painter. Что ж, на этом все. Увидимся в следующих роликах. Продолжение следует...